В Москве задержаны националисты, напавшие на двоих трудовых мигрантов из Кыргызстана. Об этом пишет московский комсомолец. 26 июля на улице Малые Каменщики в городе Москва трое неонацистов, 19-летний консультант магазина спортивных товаров Константин, все имена изменены, 18-летний Григорий и 17-летний Антон, прогуливаясь в сквере, напали на проходивших мимо них двух мигрантов из Кыргызстана, 25-летнего Уала и 32-летнего Алтына. Одному националисту якобы показалось, что мигранты враждебно настроены. Один из нацистов достал газовый баллончик и распылил им в лицо кыргызстанцев едкую жидкость. После этого началась потасовка, и трое приятелей вытащили ножи и начали наносить удары, в результате чего Уал скончался на месте, а раненый Алтын чудом выжил. Спустя неделю личности преступников удалось установить, и оперативники нагрянули домой к молодым людям. Помимо компьютеров и телефонов, у националистов изъяли различное холодное оружие, ножи, мачете, спецодежду с символикой, прочую атрибутику и литературу националистического характера. Примечательно, что самым ярым приверженцем ультраправых взглядов и известным в узких кругах националистам оказался самый младший задержанных. Среди единомышленников Антон имеет прозвище «Белый». В соцсетях он создал свое сообщество, у которого около 1500 последователей. «Ты режешь, режешь людей, режешь людей, понимаешь?» Напомним, что трудовые мигранты из Центральной Азии в России регулярно оказываются жертвами насилия со стороны русских националистов. Правозащитники связывают происходящее с полным безразличием к судьбе своих граждан со стороны правителей стран данного региона. «Друг ваш, который ранен, и он в больнице сейчас госпитализирован?» «Да, его забрали». «Травма насколько серьезная? Что с ним, не знаете?» «Да, на руках попал нож. Мой друг, который умер, каждый день мы с ним общались на работе вместе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова